Шутки про съемки порнофильмов для режиссеров в режиссерской среде ходят. Есть такой страшный сон режиссера, условно, что придется, не будет денег, придется идти в эту индустрию? Я вообще ни с какими режиссерами не общаюсь, практически. Я не знаю, что такое режиссерская среда, поэтому я вообще ничего не знаю. Хорошо, тогда как родилась идея, вот этот вот ход, движок всей истории? Они родились в голове, и все. Ну, то есть я в каком-то из полушарий. Но в моей, в моей голове. Сашу Паля вы как-то сразу представляли главной роли? Паля я представлял сразу, и это помогло еще и тем, что я писал сценарий, держа в голове его. И поэтому даже по поведению, по репликам я придумал то, что ему органично. Когда ты представляешь человека, ты уже понимаешь, что ему сказать. Вот, поэтому, да. А все, кроме него, актеры возникли после. А кто он вообще? Начали! Саша Паля в этом фильме, это некое ваше альтер-эго? Или все-таки вы совсем дистанцируетесь от главного героя? Ну, даже когда режиссер говорит, что актер не его альтер-эго, это все равно не так. Все равно режиссера снимает про себя. Другое дело, что может быть не конкретный герой альтер-эго. Альтер-эго весь фильм. И там режиссером являются все персонажи, все, не знаю, дико... Ну, вообще все в фильме является режиссером. И если главный герой на него как-то похож, там, по профессии или по не знаю еще чему, то это совершенно не значит, что это его альтер-эго. Ну, нет. Нет, я... Я не похож на него. Ну, невольно же, вы же понимаете, эти параллельные, они как бы просматривают... Пусть говорят. Пусть говорят. Хорошо, ну, то есть вы хотите сказать, что вы снимали не о своей, если так немножко пафосно выразиться, боли, непризнанности. Потому что, мне кажется, в любом случае любой режиссер, даже успешный режиссер, чувствует, что не в полной мере люди оценили его талант. Нет. Нет, ну что, это дурак, что ли? Нет, это просто, ну как, это комедийная конструкция, я ее придумал, я ее развил. Ну, нет, я, правда, не очень похож на героя этого фильма. Может быть, к сожалению, потому что он образованный, целеустремленный, принципиальный. Я как раз, может быть, он мой альтер-эго не в том смысле, что он на меня похож, а в том смысле, что я хотел бы быть таким. Это, я, то есть, получается, я, альтер-эго не списанная с себя, а ты намечаешь себе цель, каким бы ты хотел быть, и пока создаешь этого персонажа, ты, может быть, стремишься к этому, и чуть-чуть получается. А вот интересно, я когда увидела афишу, у меня сразу возник вопрос, у вас какая-то есть коллаба с Порнхабом? Или вот эта вот игра с названием, ну, похоже, образом написано, как название сайта Порнхаб? Нет, не случайно, но Порнхаб у нас, насколько я знаю, наши дистрибьюторы ведут с ними всякие переговоры, и, возможно, в каких-то совместных мероприятиях по продвижению фильма как-то они будут совместно действовать, и это прекрасно. Но на этапе замысла нет, это было просто кино про порно. Но, честно говоря, я даже не знал, что есть такой Порнхаб, и когда мы придумывали титры, и я просто сделал титры в обычном дизайне, а мне подсказали, давай сделаем, напишем название фильма шрифтом Порнхаба, потому что это все его узнают, и это сразу ассоциация с темой. Я посмотрел, сказал, класс, и вот у нас так получилось. И вот все вообще узнают действительно люди? Ну да, но то есть те, кто… Очень многие люди… Ну я-то, конечно, нет, но другие узнают логотип этого порно-сайта и радуются. Новая встреча с прекрасным. Слушайте, а вообще вот предложить режиссеру, ой, господи, вообще предложить продюсеру кино про порно, да и вообще такую идею реализовать сегодня, к сожалению, в нашей стране, это довольно амбициозно в том смысле, что у нас какое-то бегство и страх вот этих тем всех. Так они рады все были, продюсеры говорили, давай, давай снимать это кино, то есть тема порно, особенно глубокого порно, она живо всех волнует, потому что порно не глубокое, плоское, поверхностное, оно, ну как любое поверхностное искусство, оно не очень интересно. Но если порно по-настоящему глубоко, то, конечно, да, и оно, как любое из других, ну, как любое из искусств, оно человека возвышает и делает лучше. Глубже. Как вы проговаривали, может быть, изначально с теми же продюсерами, потому что я, конечно, думаю о прокате, и это очень зрительская картина, которая, конечно, я думаю, будет многих радовать, кто у нее пойдет. Вы проговаривали эти моменты, чтобы обходить, ну, сцены. Понятно, я понимаю, что там нет сцен порнографии, естественно, в вашем фильме, но как бы сохранить вот это вот напряжение, скажем так, но при этом обойти запрещенные законом сцены. Не знаю, ну, как-то так было написано все очень... Это же не порно, это про-порно. И поэтому все, ну, все было довольно легко. Хотя там есть откровенно порнографические сцены, но в той части, которая не касается порно-съемок, а в той части, которая касается дальнейшей политической карьеры нашего героя, там зрители могут посмотреть полюбившиеся им порно-сцены, и там будет много хорошего порно. Ну, зрители, которые пока не понимают, о чем вы говорите, это правда очень смешно. Ну, да, они просто смотрят. Да, сцены имеют, как-то все одеты в этих сценах, просто то, что между героями, то, что слышат герои, то, что от него требуют, это действительно похоже на порнографию в плохом смысле этого слова. Скажите, а вот, ну, то есть, с одной стороны, есть, конечно же, разговор в фильме об индустрии в целом, да, кинематографической. Ну, как мне кажется, да, с одной стороны, один режиссер, который там известный, он везде, с другой стороны, ну, в общем, как мне кажется, я это увидела, много каких-то внутрицеховых шуток, и, я думаю, многие здесь сегодня увидят много близкого того, с чем сталкивались в реальной жизни, но при этом все-таки в конце фильм выходит на политический разговор о сегодняшней России. Есть образ президента страны, министра культуры и так далее. Это, скорее, политическое высказывание для вас, это кино? Конечно. Да. Чуть подробнее, если об этом поговорить. Ну, то есть, по-вашему, если делать совсем такой быстрый вывод, политика – это порно. Правильный вывод я делаю? Посмотрю. Ну, да, в этом структура фильма. Как бы мы начинаем с настоящего порно, обычного, сексуального, а потом просматриваем тему порно в разных ситуациях, да даже не то, что в ситуациях, а в разных... Контекстах. И понимаем, что по сравнению с порно-медийным, с порно-политическим, со всей нашей жизнью, которую можно назвать порнографией, то порно, которое обычное, сексуальное, это просто милый детский сад и является максимально целомудренным. И в моем фильме – это они носители добра. Носители добра, хорошего порно, в течение фильма, в результате такого супер-баттла побеждают плохое порно. Как бы в моем фильме столкнулись хорошее, доброе и злое порно. Но и то, и то глубокое. А что у вас течет? Что течет? Все течет. Все меняется. Я хочу увидеть всю жизнь сейчас в глазах. Нет ли у вас ощущения, что в последнее время в кино и в таком медийной сфере секса стало меньше? Меньше об этом разговоров, меньше снимают, интересуются, больше каких-то запретов, люди как будто бы закрепощаются. Ну, запретов, правда, больше, поэтому, наверное, и меньше всякого секса. Что у них там за границей, что у нас тут за границей, но с этой стороны за границей, правда, больше запретов. Все знают, что наступает такое новое пуританство, новая инквизиция, и поэтому его и меньше. Дело даже не в том, что меньше какого-то секса, там, все голые и секс. Не в этом же дело, а в том, что не могут авторы кино, художники делать высказывания искренние, бескомпромиссные, потому что они зажаты со всех сторон. Этого нельзя, того нельзя. То, что сейчас называется политкорректностью. То есть эта политкорректность убивает искусство. И из-за этого, конечно, всего мало. И секса мало, и любви, и дружбы, и счастья, и здоровья. С Новым годом! Спасибо большое, Михаил. Да. А вы вот посмотрите на этих неозабоченных. От них ведь можно ждать чего угодно. А-а-а! А-а-а!